здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube канале notpastringoon сегодня у нас на обзоре один из самых популярных в мире триммеров триммер indis teotliner и мы с вами попробуем выяснить почему же он так популярен для начала как всегда смотрим коробку на фронтальной стороне как всегда у indis у нас в полный рост эта машинка indis teotliner это у нас проводной триммер как утверждает производитель он лучше всего подходит у нас для окантовки для схого бритья и для фейдинга крут он прежде всего своим ножом нож из углеродистой стали может быть выставлен в ноль нож просто получился довольно удачно удачной конфигурации поэтому наверное поэтому и популярен данный триммер снимает он очень близко использует индуктивный мотор индуктивный мотор это конечно не очень хорошо но в принципе здесь он пришелся как нельзя кстати на задней части коробки у нас изображена комплектация по сути здесь в комплектации нет ничего есть машинка есть два переходника под разные розетки для европы и для австралии и есть масло для смазывания ножа больше здесь ничего нет ну хорошо давайте заглянем внутрь внутри коробки у нас еще одна коробка здесь у нас инструкция не уверен что здесь есть на русском языке indis часто игнорируют русский язык своих бумажках но в принципе здесь достаточно картинок для того чтобы понять чего же от вас хотят вверху сам триммер внизу в общем то практически ничего и нет как я уже говорил здесь из всего это переходники различные и масло так триммер триммер довольно таки увесистый вес у него около 320 грамм не считая веса провода в руке лежит довольно хорошо ребристая поверхность не дает скользить хотя сам пластик вроде бы такой скользкий шнур довольно толстый но очень мягкий длина его около двух целых четырех десятых метров 8 футов да ну вот в общем то и все что можно рассказать о внешних данных ну давайте попробуем включить его кстати говоря о включении долгое время этот триммер продавался только на рынке сша потому что здесь индукционный мотор который довольно сложно перестроить под другую используемую частоту тока в сша у нас частота тока 60 герц в то время как по большей части остального мира используется частота тока 50 герц многие производители у нас изменяют конструкцию машинки чтобы подстроить под новую частоту эндис пошло другим путем они наконец шнура повесили вместо обычной вилки вот такой вот трансформатор преобразователь частоты тока на входе он берет ток 110 там 240 вольт с частотой 50 60 герц неважно и на выходе дает нам 120 вольт 60 герц производительность этого блока питания 12 ватт на входе сколько на выходе неизвестно соответственно какая мощность этого триммера тоже неизвестно и нигде ни на одном сайте я не нашел данных если подскажете какая же реальная мощность самого триммера буду признателен хорошо включаем воткнули в розетку первое что ощущаешь это довольно сильная вибрация а данный триммер вибрирует сильнее чем любой другой триммер который до этого мне приходилось держать в руках кроме того за счет индукционного мотора данная машинка ну во первых тяжелая как мы уже сказали 320 грамма во вторых она довольно таки горячая при длительной работе она сильно нагревается поэтому некоторые даже делают прорези в корпусе вставляют сетку чтобы волос не слишком много туда попадала и таким образом работает кто много работает триммером кроме того извращается еще и обрезая часть корпуса поскольку там внутри не такой большой механизм вот эта часть она фактически не задействована и обрезая для того чтобы было лучше видно нож так называемые скелетоны делают в принципе можете посмотреть на youtube каналах американских барберов там это довольно таки распространено ну хорошо давайте заглянем внутрь прежде чем заглядывать внутрь давайте выдернем из розетки и кстати говоря отметим что вилка получилось из-за того что это не просто вилка трансформатор довольно таки большая на не в любую розетку влезет без проблем учитывайте это хорошо ну хорошо вывернули мы четыре винта на изнаночной стороне не забывайте что перед тем как разбирать обязательно выдернуть из розетки все-таки 110 вольт это не намного приятнее чем 220 открываем и что мы видим внутри внутри у нас знакомый в общем-то нам уже индукционный мотор это электромагнитная катушка которая просто притягивает к себе рычаг на конце которой у нас закреплен поводок ножа конструкция очень простая поэтому мега надежная ломаться здесь практически нечему сломать можно только уронив на землю хорошо здесь вы видите что ты вот часть она никак не используется здесь только поводок поэтому ее обрезают облегчая наблюдение за ножом и бывает проще просто куда-то там под подобраться лучше видно что мы там работаем и так что можем резюмировать про этот триммер модель на редкость удачная несмотря на то что здесь примитивный индукционный мотор его мощности достаточно для окантовочных работ и за счет того что индукционный мотор и частота только 60 герц частота движения ножа 7200 полных движений туда и обратно довольно удачная конструкция несмотря на большую вибрацию на большой вес на большой нагрев как говорят те кто ими пользуется стрижет просто как боженька окантует как и тот же эндис мастер так и эндис те отлайнер они несмотря на все свои недостатки просто таки шикарны ну и на этом пожалуй все будут какие-то вопросы задавайте их в комментариях под видео постараюсь на них на все ответить также можете писать нам вконтакте наша группа называется и нот по стригун ну и купить вы можете все это на нашем сайте интернет-магазина и нот по стригун на этом все пока 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 какая с